Кротость и смирение должны присутствовать во всех христианах. Кротостью смирения многие святые отличались. Но если бы не воинствующие заступники веры православной, что бы с нами было? Святая Ольга во крещении Елены, Александр Невский, другие святые, а Илья Пророк, как был крут к язычникам, стараясь себе пробуждать смирение, но мысль расползается и уходит. Но если со смирением как-то с Божьей помощью получается, то с кротостью нет. Как себе помочь? Понимая всю свою греховность, стараясь исправиться с Божьей помощью, но мысли в постоянном смущении находятся. Что предпринять? Нужно разобраться в терминах. Предпримите усилия разобраться в терминах, что такое смирение, что такое кротость. Вот эти понятия, что они означают. Как на эти вещи смотрели те или другие подвижники. Что они говорили о смирении, как оно проявляется, это смирение. Оно разноплановое, разнообразное, многогранное. Оно может и так проявляться. То есть, тебе ударили в одну щеку, ты подставь другую. Христос же говорил так, ударившим тебя в правую щеку, подставь другую. Но, когда самого Христа ударили на суде, когда Его привели, и первосвященник спросил, о чем ты там, расскажи о своем мучении. А Господь ему говорит, я всегда говорил открыто, ничего тайно не говорил. Зачем ты меня спрашиваешь? Спроси у тех, кто слышал, они тебе засвидетельствуют. Христос, во-первых, этими фразами, кстати, сказал, что ничего тайного, эзотерического Он нигде ничего не оставлял. То есть, Его учения абсолютно открытый характер носят. Это так, между прочим. Так вот, как только Он это сказал, один из слуг подошел и ударил Его по щеке. Что сделал Христос? Он не подставил другую. Он сказал, если я плохо сказал, скажи, где я плохо сказал. А если я сказал хорошо, то за что же ты меня бьешь? То есть, Он его упрекнул. По-моему, смирение ничего общего не имеет со слабостью, с забитостью какой-то, с зашуганностью какой-то. Ничего общего. На мой взгляд, смирение – это решимость исполнить волю Божию. Я эту фразу, по-моему, у Феофана Затворника прочитал, и она мне очень-очень понравилась. Я для себя вооружился ей. И вот всегда имею в уме и имею в виду вот это свойство кротости – это решимость исполнить волю Божию. То есть, кротости, смирение – это решимость исполнить волю Божию. То есть, это сильное чувство, во-первых, это решимость. Не какое-то безволие такое. Тебя бьют, а ты там, не знаю, ну, ладно, что, ну, давай идти дальше. А это сильное чувство, это решимость, это какой-то уже позитив, это какая-то динамика, это что-то такое, движение какое-то, внутренняя сила. И решимость исполнить волю Божию. А волю Божию бывает всякой. Бывает, ее исполнить непросто. Тот же, например, Илья Пророк. Когда ему Господь говорит, иди туда и скажи то. То есть, например, иди к Изавеле. Там была Изавель, это жена царя, кто там правил, сейчас не помню. Иди и обличи. Вот представьте себе сейчас вам, например. Мы бы сейчас не сейчас жили бы в наши демократические времена, когда, если бы Вы пошли бы и сказали бы нашему, например, премьер-министру в лицо, просто вот все на камеру. Вас бы, конечно, там не убили бы. Вас бы просто там проводили бы. А в те времена пойти к царю и вот это все сказать, это пойти на верную смерть. То есть, ты сейчас это все скажешь, сверкнет металл и секир башка. Когда Господь говорит, иди и скажи. С одной стороны, Вы говорите, вот они, эти ревнители, вот Илья Пророк, они воинствующие заступники православной веры. Он такой заступник веры. Но это пойти туда, к этому царю, и что-то там его обличать. Это постфактум, мы знаем, что все хорошо, что хорошо кончается. А и Еремия? Он что-нибудь скажет, его в яму бросят, его палками побьют. И когда уже 25-й раз его избивали, когда ему 26-й раз Господь сказал, иди и скажи им опять. Вот попробуй, пойди и скажи. Вот эта решимость исполнить волю Божию, это и есть смирение. Это, Господи, меня уже 25 раз били, и Ты меня опять посылаешь, они меня сейчас снова побьют. Ну, идешь и говоришь, вот это называется смирение. Но Вам оно кажется воинствующей защитой такой, горячей, пламенной защитой православия. Да, в тот момент, может быть, Дух Святой там укреплял его, и Он что-то смело там говорил. Но это же на грани, на грани, на грани. Недаром кто там, Исаия пророк или тот же Еремия, я сейчас не помню. Он же говорил, что сколько раз уже меня там убивали, убивали. И вообще, я сказал, не буду больше пророчествовать, не буду ничего говорить. Но не мог удержаться, потому что оно внутри клокочет, и я изнемог, удерживая слово. И не мог его удержать, и снова продолжал говорить. Это не просто так. Александр Невский, Вы говорите, такой Он воинствующий защитник. А посмотрите, какое смирение, какая высота глубокого смирения. Когда Он едет к хану на поклон, договариваться, умягчать подарочки туда-сюда, с рыцарями сражается до последнего. А с этим Едмий ублажает его, задабривает его взятками, подарками и так далее. А новгородцы-то что ему сказали? Спасибо, что ли? Да они его выгнали! А потом, когда опять жареным запахло, опять позвали. И он фактически делал то же самое, что и Илья пророк, и другие пророки. Шел и на унижение, и все. А что, не страшно, что ли, было ему в Орду ехать? Это же фактически на смерть. Так что разберитесь с терминами, что за этими терминами стоит. И тогда у Вас все пазлы сложатся. А кротость есть способность понять и простить человека. Способность поставить себя на его место, посмотреть на ситуацию его глазами. Другого человека. Понять его и простить. Вот что такое крутость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok